получалось только это был инстаграм и тик ток вот теперь опробуем telegram telegram вроде бы работает насколько я вижу да вроде какая-то активность есть соответственно меня люди видят в instagram тоже как только появится что-нибудь осмысленное сделайте какие-нибудь движения потому что я пока не понимаю что здесь происходит да вроде 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 люди меня видят итак приступим 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 собственно говоря задача у нас сегодня такая не так давно я в инстаграме размещал тесты которые были скажем так итоговыми тестами на прошлом курсе по первой помощи и люди на них активно поотвечали и на самом деле это вызвало большое количество вопросов и соответственно сегодня на все эти вопросы вот так вот слитно что называется вот за один присест ответить планирую поэтому значит смотрите то есть речь идет о курсе первой помощи который уже будет запускаться в ближайшее время 28 числа я этот же самый курс уже проводил осенью не помню когда точно в каких числах вот и тесты которые я показывал то есть те кто прошел вот эти вот курсы они не сказали что тесты которые были в итоговом контроле они слишком простые для них то есть для тех кто курс прошел в общем-то ну говорили что надо усложнить поэтому соответственно теста мы усложнили о как все выключилось так секундочку а почему то выключилась да почему выключилась то не понял что ж такое то ну технические проблемы на не знаю с чем это связано она почему-то сама выключается как так вот вроде опять появилась но бог его знает будем проверять будем проверять как она работает вот важно это проверить сейчас потому что в этот раз я курс буду откатывать на платформе телеграма вот это непонятная пока еще социальная сеть вроде по идее она должна быть удобная но а как она работает по факту вообще не очень не до конца понятно вот а самое главное до конца не понятно как там сохранять видео вот этому счет будем выяснять так вот давайте мы вернемся к вопросам которые задавались вот ну во первых вопросы были такие бы были такого формата да то есть очень многие люди боятся оказывать первую помощь потому что юридические какие-то вопросы с этим делом связаны непонятные до конца людям боятся что сделают что-то не так и за это по закону что называется накажут вот во первых нет ну то есть при ей имеется презумпции невиновности в этом плане да то есть если во первых если человек там грубо говоря идет по улице и рядом с ним другому человеку понадобилась помощь то вообще-то ну в целом можно пройти мимо вам за это ничего не будет больше того что для меня кстати сказать вот и не так давно это выяснил оказалось новостью даже медицинские работники если он находится за пределами своего рабочего места то есть не при исполнении я когда я врач скорой помощи я естественно обязан оказывать эту самую первую помощь и кстати даже первую врачебную поскольку у меня есть для этого ну физические возможности я отношусь к категории граждан которые обязаны исполнять но если тот же самый я когда я возвращаюсь например с работы домой вижу точно такую же ситуацию но в целом я имею право пройти мимо точно так же как и любой в общем-то из вас вот и мне за это большому счету ничего не будет буду честен для меня это оказалось новостью я думал что как бы наличие диплома соответственно ну как какие-то вот дополнительные обязанности на меня накладывает но по факту оказалось что это совершенно не так и соответственно да то есть люди которые говорили о том что вот якобы если прошли там какие-то курсы первой помощи то прямо обязана останавливаться и кому-то помогать нет это вообще как выяснилось ни разу не так интуитивно не совсем понятная вещь но тем не менее вот так вот работают законы поскольку там есть разная квалификация там первая помощь первая медицинская помощь соответственно если медик находится на рабочем месте то он оказывает первую медицинскую помощь а если он грубо говоря с работы идет домой то он обычный гражданин и не находится при исполнении поэтому к нему и спрос совершенно другой вот но надо сказать что мы в первую очередь рассматриваем не ту ситуацию когда вы грубо говоря идете по улице кому-то рядом стало плохо ему надо оказывать помощь шанс что такое произойдет на самом деле есть но он не очень велик будем откровенны и в общем то большинство из слушателей и зрителей никогда в жизни с этим не столкнуться больший упор я лично делаю на то что есть шанс оказать такую помощь например своим друзьям и ближайшим родственникам то есть тем людям которые на мне безразличны и в целом здесь не стоит вопрос в общем то оказывать помощи или не оказывать оказывать точно и очень хотелось бы понимать вообще примерно хотя бы что делать плюс в курсе только две первые темы это сердечно-легочная реанимация прием хеймлиха ну то есть еще раз повторюсь достаточно невелик шанс что вам это когда-то вообще пригодится на самом деле по себе могу сказать что если если ты знаешь как это делается ну уже гораздо проще страхов там в целом становится гораздо меньше вот потому что то есть такая максима до что мы в экстренной ситуации не опускаемся не не поднимаемся до уровня своих ожиданий опускаемся до уровня своей подготовки но там еще и собственно говоря три достаточно большие темы это инородные предметы ухо нос желудка и трахеи вот если ребенок или засунул в нос или в ухо какой-то инородный предмет они иногда так делают бусины например могут в нос засунуть могут вдохнуть какой-то инородный предмет если он застрял в дыхательных путях то там произойдет закупорка нужно выполнять прием хеймлиха если вот как раз этот инородный предмет провалился глубже в трахею здесь уже не экстренная ситуация то здесь уже надо в этот момент выяснить и соответственно я рассказываю как можно вообще заподозрить то что ребенок что-то вдохнул и какие дальнейшие действия на самом деле действия достаточно просты необходимо обратиться в больницу где есть возможность провести бронхоскопию ребенку значит еще одна тема это собственно говоря да туда же кстати еще относятся отравление там общее действие при отравлениях и травматология вот соответственно травмы что делать при травме различные до различных участков тела опять же общие сведения то есть никто не пытается из вас сделать в общем-то профессионального даже хотя бы среднего медицинского работника на этом коротком курсе то есть это такое скажем так ликбез вот но опять же как накладывать повязки как накладывать жгут как останавливать кровотечение все это я покажу если для первых двух тем это сердечно-легочная реанимация прием хеймлиха все-таки желательно именно очное присутствие то есть кроме вот этого курса желательно очень сильно пройти какие-нибудь очные курсы для того чтобы потренироваться на манекенах как это все делается то для вот дальнейших тем ну грубо говоря только теоретические знания вполне достаточно то есть там например потренироваться накладывать повязку или даже тот же самый жгут вы можете в общем-то без собственно посторонней помощи на общем-то домочадцев вот сделать это не так сложно и по общем-то видео инструкции проблемы никакой абсолютно нет и кстати сказать шанс что понадобится накладывать какую-то повязку тоже достаточно велик да еще одна тема это термические поражения от ожоги обморожения то же самое да то есть шанс этим столкнуться когда бы то ни было в жизни достаточно большой вот и в целом достаточно запомнить какие-то хотя бы общие моменты что делать нужно чего делать наоборот не нужно в данной ситуации ну вот личное присутствие рядом с тренером инструктором и кем-то еще вообще-то не совершенно не обязательно вот и в варианте курса с обратной связью еще будет дополнительная лекция по аллергическим реакциям плюс техника выполнения внутримышечной инъекции вот эту лекцию я взял из курса по первое по неотложной помощи поскольку сейчас у нас скоро начнется весна и для многих это может быть крайне актуально сезон цветения вот в прошлом году например городе санкт-петербурге очень много было аллергических реакций как у взрослых так и у детей буквально в течение там двух-трех недель у нас одновременно зацвела там береза липы и что-то там еще ну и очень многие да то есть даже у тех у кого не было тяжелых аллергических реакций они к сожалению возникли вот поэтому тоже если вы знаете что у вас или ваших родственников какие-то такие проблемы есть но в целом было бы неплохо знать что как действует в той или иной ситуации потому что не во всех регионах нашей родины и даже если мы говорим про москву и питер не во всех ситуациях то есть не в каждый день скорая помощь может приехать быстро поэтому еще раз повторюсь если именно тяжелые аллергии у вас ли у ваших родственников встречаются было бы неплохо знать как с этим бороться соответственно вот так вот и давайте мы перейдем к тестам тестам у нас достаточно много тестов поэтому давайте давайте непосредственно к ним перейдем к разбору этих самых вот значит первый вопрос у нас звучит как какое соотношение вдохов и компрессии грудной клетки должно быть при сердечно-легочной реанимации у детей значит 781 человек написал что нельзя делать сердечно-легочную реанимацию если вы не медик и ждите приезд скорой помощи ну соответственно вот такое вот количество людей не воспользовались шансом собственно спасти человеку жизнь фактически да то есть здесь такая ситуация что если вы делаете сердечно-легочную реанимацию то есть до 10 процентов шанс что вы собственно просто продлите целостность головного мозгу человеку чтобы когда уже приедет скорая помощь когда уже подключить к например в санкт-петербурге есть такой прибор лукас который вместо реаниматолога собственно говоря обеспечивает компрессию грудной клетки и обеспечивает но вот идеальной компрессии да то есть то что может сделать человек робот сделает гораздо лучше поскольку робот не устает вот он обеспечивает вот эти вот идеальные компрессии кстати сказать вот под этим лукасом некоторые пациенты умудряются сейчас выживать после то что называется терминального переохлаждения то есть это крайняя степень переохлаждения для санкт-петербурга тоже актуально если человек например вот прям замерз на улице чаще всего это случается с асоциальными элементами там людьми которые вследствие употребления большого количества алкоголя засыпают на улице вот и замерзают фактически и очень часто приезжаю ну вот я когда на 0 3 работал приезжаешь и там где-то 10 ударов в минуту сердцебиение опускается то есть это уже крайняя степень переохлаждения на самом деле вот в то время когда на 0 3 работала это с 8 по 13 год спасти такого пациента было невозможно абсолютно вот а сейчас с появлением вот этого вот лукаса на самом деле вот этот вот аппарат качает в течение двух часов пациента и постепенно очень медленно происходит согревание организма и за счет этого такие пациенты выживают то есть нам показывали прям реальные клинические случаи в больнице на солидарности четвертая взрослая больница где пациент реально выжил и причем без последствий для головного мозга то есть прямо находился в здравии в психическом и всем остальном после двух часов клинической смерти вот под этим вот аппаратом лукасом вот а собственно говоря если в течение пяти минут не начать вот эту вот сердечно-легочную реанимацию кровообращение в головном мозге отсутствуют ну и собственно шанс что клетки головного мозга хотя бы частично сохраняются очень сильно падает если за пять минут не начать качать но очень маленький шанс есть что человек даже если выживет то окажется без тяжелых неврологических нарушений опять же мы говорим только про десять процентов вероятность да то есть где-то там один к десяти пациентам даже если мы все делаем правильно сможет после этого выжить потому что ну будем откровенные причины остановки кровообращения бывают самые разные и в какой-то ситуации мы естественно ничего не можем сделать там какие травмы несовместимые с жизнью а в другой ситуации мы как раз таки наоборот очень много чего можем сделать его как например яркий пример да это переохлаждение человека то есть мы его отогрели в течение там 40 минут часа двух уже в реанимацию же в больнице и соответственно все же жизнь человеку таким образом спасли вот вижу в вопросах кто-то здесь спрашивал по поводу того что же делать если как вы выразились как 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 сейчас я процитирую так если не сделаем неправильно и убьем ну давайте так мы когда говорим про сердечно-легочную реанимацию человек человек находится в состоянии клинической смерти больше чем он вот уже сейчас он мертв уже не будет вот другое дело что если вы делаете правильно и с определенной долей скажем так удачи человек был мертв а он станет жив вот то есть понятно да то есть он он уже мертв вот вы можете его вернуть в жизни если вы его не вернете к жизни ну что поделать не получилось к сожалению вот но от ощущения что вы сделали все что могли ну как-то эмоциональные психологические сильно проще опять же говорю как человек который в общем-то работал в первичном звене и собственно говоря занимался вот этими вещами такими как сердечно-легочная реанимация не один и даже не десять раз вот так продолжим значит 781 человек ничего не будет делать 108 человек у нас решили что не важно какое соотношение но в каком-то смысле может быть даже и не важно вот по крайней мере лучше хотя бы как-то это дело чем не делать никак 1875 человек ответили совершенно верно 2 к 15 или 2 к 30 разница такая что до года это 2 к 15 и старше года это 2 к 15 до года и старше года 2 к 30 на самом деле если мы говорим про одного реаниматолога то в целом можно и детям до года делать 2 к 2 к 30 поскольку на самом-то деле если мы переходим от груди к рту для того чтобы делать вот эти вот искусственные вдохи на этот растится огромное количество времени и нас если если реаниматолог один то можно пренебречь до вот этим правилам то есть мы гораздо более эффективно сделаем если будем делать 2 к 30 и моменты потери времени на вот этот вот переход от головы груди будут минимизированы 1760 человек ответил 1 к 5 нет это неправильно это то что может быть ну то есть вот такое вот соотношение может быть у новорожденного ребенка когда он только родился но это больше актуально для родильного зала да то есть когда ребенок подключается интубируется подключается к искусственной вентиляции легких и соответственно вот компрессии искусственные вдохи идут вот в таком соотношении то есть это не для гражданских лиц соответственно почти такое же количество как правильно ответила да там ну на 100 человек меньше ответила совершенно неправильно то есть если делать один к пяти это эффекта от к сожалению не будет от такой первой помощи следующий у нас вопрос так значит чисто как частота компрессии давление на грудную клетку для взрослых и детей старше года давайте посмотрим кто вот да именно частота значит самое большое количество то есть 2032 ответа у нас 30 за минуту смотрите на самом деле чистота компрессии то есть сокращение грудной клетки должна быть примерно равна ну скажем так чистоте сердцебиение но к сожалению когда мы сдавливаем грудную клетку это не полноценное сокращение сердца это всего лишь но в лучшем случае где-то 20 процентов то есть где-то 20 процентов вот от нормального сокращения сердца мы обеспечиваем какой-то хотя бы минимальный кровоток вот и компенсировать мы можем просто за счет большей частоты то есть если нормальная частота сердечного сокращения у взрослого человека от 60 до 90 все равно желательно делать эти компрессии частотой 100 за минуту будете делать реже не обеспечите достаточный кровоток будете делать быстрее то здесь у меня есть вариант 200 за минуту но это чисто физически сделать достаточно тяжело это первое второе даже если мы нормальное сердце сокращается больше двухсот раз за минуту она в таком ритме не обеспечивает нормальное кровообращение поскольку очень важный этап это расслабление именно сердечной мышцы для того чтобы сердцу себя успевало наполнится кровью но вот соответственно 2032 человека 30 ударов то 30 компрессий за минуту это совершенно неправильно то есть так ничего не получится к сожалению 1631 человек 60 за минуту это нижняя граница нормального сердцебиения у взрослого человека и это тоже неправильный ответ это слишком медленно для сердечно-легочной реанимации сто человек 625 человек 100 у компрессий за минуту это совершенно верный ответ и 48 человек 200 за минуту ну минимальное количество людей но честно говоря разница между 200 за минуту и 30 за минуту она не очень большая смысл в том что и то и то будет совершенно неэффективно следующий вопрос начиная проводить сердечно-легочную реанимацию при отсутствии то есть что мы проверяем правильный ответ это сознание дыхания 793 человека указали так 3157 указала сознание дыхание сердцебиение и 105 человек не делаем сердечно-легочную реанимацию ждем 0 3 ну по этому поводу я думаю мы уже все обсудили почему так на самом деле вопрос ну не простой и надо сказать что очень многие коллеги даже но вот просто не в курсе да то есть это в последние в 2020 году как раз таки пересматривались протокол вот этого первой помощи и как раз таки мы ну грубо говоря в отечественной традиции делаем копирку с западных протоколов и там вот они ввели вот такое что мы не проверяем чистоту сердечных сокращений почему да просто чтобы не тратить на это время они провели исследование и получили такие данные что 50 процентов гражданских лиц неверно определяя сердцебиение при остановке сердцу человека и до четверти медиков медицинских специально обученных работников тоже не определяет правильно вот соответственно чтобы не терять время мы проверяем сознание и дыхание сердцебиение в данной ситуации можно пренебречь если мы начнем дело сердечно-легочную реанимацию у человека отсутствует сознание дыхание но все еще по какой-то причине присутствует сердцебиение ничего страшного не произойдет как нам опять же говорили на курсах именно врачебных да то есть в худшем случае пациент после того как вы начнете выполнять ему сердечно-легочную реанимацию он скажет вам доктор со мной все хорошо не надо на меня давить вот это хороший вариант да соответственно плохой вариант если мы на определении сердцебиение тогда когда мы это делаем непрофессиональные неправильно потеряем большое количество времени и например там если сердцебиение отсутствует а мы например так электрическую активность без пульса до или сокращение мышц приняли за сердцебиение и не начали выполнять сердечно-легочную реанимацию таким образом но фактически потеряв шанс спасти человеку жизнь вот вернуть его буквально с того света вот соответственно еще раз да по современным протоколам мы не проверяем сердцебиение у человека у которого отсутствует сознание дыхание кстати справедливости ради надо сказать что когда я работал на 03 опять же вот лично я в своей работе чаще пренебрегал именно проверкой дыхания поскольку пациенту нужно наклониться там близко лицом что называется вот не ко всем пациентам откровенно говоря это приятно делать вот прям близко к нему наклоняться поэтому мы проверяли сознание и соответственно сердцебиение ну вот если огромному количеству пациентов регулярно там по несколько раз за сутки проверять сердцебиение но в целом наверное собственно я и коллеги которые так делали не попадали в те самые там 25 процентов которые делают это неверно да то есть скорее всего это те те коллеги которые регулярно этим не занимаются но тем не менее да то есть протокол выглядит вот таким вот образом для гражданских лиц то что можно пренебречь проверкой сердцебиение я полностью согласен следующий вопрос сознание нет дыхание сознание не дыхание нет сердцебиение определяется ваши действия да очень интересно 47 человек решили дождаться остановки сердца затем начать сердечно-легочную реанимацию соответственно неправильный ответ 1116 человек сердце бьется ограничиваться вдохами тоже неправильный ответ да и 2273 человека при немедленно приступили к сердечно-легочной реанимации почему мы так действуем в прошлый вопрос мы уже разобрались соответственно это правильный ответ 452 человека набирают 112 ждут скорую помощь соответственно не использует шанс спасти человеку жизнь так оптимальное время для начала сердечно-легочной реанимации после остановки сердца когда есть максимальный шанс сохранить головной мозг это один из самых простых вопросов минимальное время 5 минут 2902 человека ответили совершенно верно 569 человек ответила 10 минут но это неверно соответственно 20 минут 227 человек и 60 минут 64 человека 60 минут это час через час уже во всю идет трупное окоченение и к сожалению уже к огромному возвращать уже некого естественно вот поэтому 5 минут это минимальное время за которое нужно приступить к сердечно-легочной реанимации для того чтобы был максимальный шанс сохранить головной мозг в общем то у человека в целости и сохранности для того чтобы этот самый мозг потом мог функционировать а наша личность фактически как раз таки вот и заключается в тех в тех скажем так структурах которые в общем то быстрее всего погибают то есть даже если там кора головного мозга погибла остался только ствол то есть дышать человек может но к сожалению переходит к вегетативному состоянию в сознание к сожалению вернуться уже не может вот а наша задача это именно максимально постараться сохранить полноценную жизнь в общем то человеку поэтому в первую очередь при остановке сердцебиение при сердечно-легочной реанимации мы боремся именно за целостность головного мозга так с чего мы начинаем сердечно-легочную реанимацию 1955 человек ответила что с двух вдохов а на самом деле это старые рекомендации действительно последних наверное лет 20 мы с этого начинали но на сегодняшний день то есть последние два года этот ответ неправильный 15 компрессии сказал ответил и девятьсот семьдесят восемь человек это тоже неправильный ответ а вот правильный ответ с пяти вдохов мы начинаем то есть сначала мы наполняем легкие что называется воздухом кислородом и только потом мы начинаем компрессии поэтому еще раз повторюсь правильный ответ с пяти вдохов мы начинаем сердечно-легочную реанимацию всего триста шестьдесят два человека ответила верно самое меньшее количество правильных ответов 492 человека начинает с 30 компрессий вот что тоже в свою очередь неверно так на какой поверхности допустимы выполнять сердечно-легочную реанимацию ну здесь да это очень простой вопрос интуитивно понятные 90 человек ответила неважно на кровати диване матрасе всего лишь 20 человек не делаем сердечно-легочную реанимацию ждем 0 3 всего лишь 12 человек вот и 3567 на жесткой ровной поверхности но и достаточно очевидно если вы делаете сердечно-легочную реанимацию на кровати вы не получаете компрессию то есть сокращение грудной клетки поскольку грудная клетка достаточно жесткий нужно применить некоторые усилия для того чтобы продавить а продавить ее нужно для того чтобы сократилось сердце и обеспечивая ход крови соответственно если вы это делаете на кровати грудная клетка просто скачет на этой кровати и ничего не происходит никакого движения крови по сосудам вот здесь довольно понятно да значит сердечно-легочная реанимация ребенку до года на грудину давим 2735 человек совершенно верно указали двумя пальцами 803 человека основанием ладони одной руки нет ребенок еще слишком маленький для того чтобы так такие компрессии проводить именно в таком виде и 186 человек основанием ладони двумя руками но это соответственно для взрослых да то есть это вот так вот выглядит вот это мы получается перекрываем всю грудную клетку ребенка и это неправильный ответ очень легко собственно в такой ситуации то есть вот держа руки вот таким вот образом повредить собственно говоря ребенка грудную клетку так ребенку старше года до семи лет точно такой же вопрос 3209 человек основанием ладони одной руки дать совершенно верный ответ так давайте вернемся верно ответили вот в прошлое до ребенку до года 2735 803 основанием ладони одной руки и 186 как взрослым значит второй у нас вариант с ребенком от года до семи лет 3209 ответила верно 153 и 259 соответственно нет и ну следующий такой же вопрос абсолютно они три подряд идут да такие уже интуитивно ясные вот тут уже понятно что отвечает 3394 человека указали основанием ладони двумя руками это мы про взрослого говорим основанием ладони одной рукой 168 167 человек и двумя пальцами 308 ну я думаю понятно да то есть у нас если ребенок до года то мы давим на грудную клетку двумя пальцами в картинках обычно показан двумя пальцами вот так но у меня пальцы неправильной длины скажем так но ты индивидуальная такая особенность поэтому мне неудобно вот так вот пальцы кривить мне удобнее вот этими двумя пальцами давить то есть наша задача сделать площадочку такую да чтобы мы на грудину давили вот такой вот ровной площадочкой поэтому у меня это выглядит вот таким вот образом у вас если пальцы одинаковой длины если вам удобно делать вот так вот ну хорошо делайте вот так это не принципиально основание ладони одной рукой ну соответственно ребенок от года до 7 лет да грудная клетка там не очень большая поэтому не нужно огромных усилий давить двумя руками всем весом своего туловища, вот, поэтому достаточно просто основания ладони вот этим вот местом, ну, соответственно, у взрослого двумя руками, используя весь вес своего тела, поскольку, если вы взрослый, то вес того, кому вы проводите реанимацию, должен быть плюс-минус такой же, вот, и, кстати, сказать, если тот, кому вы проводите реанимацию в весе сильно больше, чем вы, на самом деле, при правильной технике выполнения вы можете, собственно говоря, обеспечивать эффективные компрессии, вот, например, на скорой помощи работают девушки, там, весом по 50 метров, килограмм и замечательно и вполне успешно занимаются реанимацией взрослых тучных мужчин весом 100-120 килограмм, вполне успешно, вот, естественно, физически им это выполнять гораздо труднее, чем, ну, мужчинам сопоставимых габаритов, но, тем не менее, это возможно, опять же, вопрос техники, так, сейчас нам можно перейти в следующий блок, это мы 10 вопросов уже разобрали, так, сейчас, сейчас мы все сделаем, вот оно, продолжение, все, сейчас мы разберем, так, следующий блок относится к приему хеймлиха, то есть закупорке верхних дыхательных путей, ребёнок кашлял, а, ребёнок кушал неожиданно, начал сильно кашлять, покраснел, плачет, вот, соответственно, ваши действия, 294 человека предлагают похлопать по спине, смотрите, вообще, ну, то есть, в народных традициях есть такая история, но проблема в том, что, если вы похлопаете по спине, скорее всего, инородный предмет не вылетит из дыхательных путей, а провалится, наоборот, в трахею, с одной стороны, это, конечно, лучше, чем он останется в дыхательных путях и прекратит дыхание ребёнка, ну, или взрослого, соответственно, с другой стороны, проблема в том, что придётся потом ехать на бронхоскопию и этот инородный предмет доставать, как раз-таки у нас получится так, то самое инородное тело бронха, вот, очень бы не хотелось этого, это получить, вот, следующий, 1494 человек успокоиться и не мешать ребёнку, это совершенно правильный ответ, почему? А, потому что, если ребёнок может плачать, плакать, кричать и кашлять, это значит, что произошла неполная закупорка верхних дыхательных путей, то есть, значит, ребёночку нужно просто не мешать, пускай сидит и откашливается, если он у вас по какой-то причине, например, кушал и подавился лёжа, ну, естественно, тогда нужно посадить ребёнка, но вообще не допускайте той ситуации, чтобы ребёнок у вас ел лёжа, только сидя, вот, примерно поэтому, кстати сказать, рекомендуют вводить прикорм тогда, когда уже ребёнок сидит самостоятельно, потому что практически неизбежно ребёнок будет, особенно в первые, скажем так, моменты подачи этого самого прикорма, будет давиться, это нормально, пугаться этого не надо, также может произойти рвота у ребёнка, то есть, это тоже абсолютно нормально, вот. И ещё раз повторюсь, здесь вот в условиях этого теста, в условиях задачки указана неполная закупорка дыхательных путей, и просто не мешаем ребёнку, он сам всё откашляет. А вот 2032 человека предлагают начать выполнять приём Хеймлиха. Ну, возможно, не очень внимательно прочитали условия задачи, вот, поскольку, ну, это большее количество людей, чем ответил, собственно говоря, верно, то есть, никакой приём Хеймлиха здесь абсолютно не нужен. Ещё раз, есть голос, есть возможность плакать и есть возможность кашлять. Всё, больше ничего не нужно. 78 человек сразу вызывают скорую помощь. Соответственно, тоже этого делать не нужно, вот, ну, поскольку тогда скорая помощь к вам будет ездить ежедневно. И, кстати сказать, периодически мы с коллегами действительно приезжаем на такие вызовы, когда ребёнок вроде бы попверхнулся, родители очень сильно испугались и вызвали скорую помощь, вот, и даже реанимация периодически на такое ездит. Но это неправильно, да, то есть, скорая помощь здесь абсолютно не нужна. Следующий вопрос. Ребёнок кушал неожиданно, начал сильно кашлять, затем началась рвота. Те же самые варианты ответа. Значит, 73 человека продолжают ребёнка хлопать по спине. 3226 человек совершенно верно ответили на этот вопрос. Успокоиться рвота – это защитная реакция. Да, это правильный ответ. 426 человек даже при рвоте предлагают начать выполнять приём Хеймлиха. Ну, я думаю, понятно, что совершенно неправильно. Уже по большому счёту даже объяснил, почему. И 201 человек, опять же, при рвоте ребёнка и кашле, вызывает скорую помощь. Но, опять же, скорая помощь здесь не нужна. Ситуация, на самом деле, несмотря на то, что для родителей в какой-то степени пугающая, во многом вполне себе физиологическая. И, ну, практически 100%, у 100% детей случается такая ситуация в жизни хотя бы один раз. Пугаться этого не надо, надо знать, что делать. Так. Ребёнок кушал, неожиданно застыл, не может кашлять, не может плакать, не может дышать, начиная синеть. Вот именно так выглядит ситуация, да, когда нам нужно выполнять приём Хеймлиха. И 3639 человек совершенно верно ответили на этот вопрос. 186 человек продолжают хлопать ребёнка по спине. 98 человек предпочли успокоиться и дать ребёнку самостоятельно справиться с ситуацией. Ну, чисто в теории, конечно, ребёнок может, наверное, как-то с этим делом справиться. Но, скорее всего, здесь уже понадобится ваша непосредственная помощь, а именно выполнение приёма Хеймлиха. И 134 человека вызывают скорую помощь. Так тоже можно сделать, но, к сожалению, слава богу, к детям на такие случаи я никогда не приезжал. Но вот к взрослым пару раз мы так приезжали, и, к сожалению, несмотря на то, что мы очень сильно торопились на такие вызовы, к сожалению, помочь мы там уже не могли ничем. Вот, поскольку пока вы найдёте телефон, пока вы позвоните, пока вы пообщаетесь с диспетчером, а если вы звоните через 122, вы сначала пообщаетесь с диспетчером 122, потом он вас переключит на диспетчер 03, потом диспетчер 03 запишет ваши данные, потом передаст от одного диспетчера, который записывает на того диспетчера, который передаёт, потом диспетчер, который передаёт, передаст бригаде. То есть чувствуете, я даже рассказываю очень долго. Очень долго рассказываю, уже минуты две рассказываю, как это происходит. А в жизни это происходит гораздо дольше. Вот и на самом деле, если вот ребенок или взрослый, кстати сказать, подавился, то оказать помощь и спасти жизнь по факту могут только те, кто находится рядом. Если мы говорим про ребенка, то это родители. Ребенок так или иначе всегда находится рядом с родителями. Вот поэтому хотя бы примерно представлять, что делать, ну в общем должен каждый родитель. Поскольку, к сожалению, на скорую помощь можно надеяться, но очень большой есть шанс, что мы с коллегами в такой ситуации не успеем. Потому что, еще раз повторюсь, очень много времени проходит. Просто система так устроена, что время. Самое главное, наш ресурс это время. Так, следующий вопрос. Как понять, что прием Хеймлиха не помог и нужно приступать к сердечно-легочной реанимации? Так, 3811 человек совершенно верно ответили на этот вопрос. Соответственно, ребенок потерял сознание. Да, действительно, то есть прием Хеймлиха мы выполняем. Только пока ребенок или, кстати, взрослый, да, здесь абсолютно одинаковый подход, пока находится в сознании. Неправильные варианты ответа. Ребенок начал кашлять 37. Ну, соответственно, наоборот, это значит, что прием Хеймлиха помог. И фактически мы спасли ребенка. И если появляется кашель, дыхание и голос, это говорит о том, что дыхательные пути свободны. Ребенок может, если кашлять, значит, он может и дышать. Потому что для того, чтобы совершить кашлевые движения, соответственно, нам надо вдохнуть воздух. Ребенок вырвал, ребенка вырвал, начал плакать. Да, это тоже так выглядит успех. То есть это то, что мы хотим получить, выполняя прием Хеймлиха. 43 человека ответили так. Не делал сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой. Помощь продолжает 46 человек. Ну, благо, сильно меньше процента. Так. Первое, что нужно сделать, если прием Хеймлиха не помог. Ну, здесь такой, да, вопрос, видимо, чисто формальный. Значит, начинать паниковать и плакать 41 человек. Вот. Ответил, значит, вызвать 0,3 и ждать бригаду 167 человек. И 3821 человек. Это вызвать 0,3 и приступить к сердечно-легочной реанимации. Да, ну, соответственно, мы уже обсудили эти моменты. Так. Да, здесь при начале сердечно-легочной реанимации, с чего мы начинаем? Здесь вопрос с подвохом на самом-то деле. То есть врачи регулярно проходят образование и, собственно говоря, ну, то есть обучение послевузовское. И в ВУЗе очень часто мы отвечали на эти тесты, и вот для меня самые нелюбимые тесты были, которые перечисляются в ответы, и в конце там все вышесказанное, да. И ты невнимательно хватаешься за первый же правильный ответ. Такой, типа, да, вот я нашел ответ, он действительно правильный, а потом оказывается, что нет, он неправильный, потому что и остальные тоже верные. Вот. И здесь, да, здесь я разместил точно такую же ловушку. Поэтому кладем ребенка на ровную жесткую поверхность, 1586 человек ответил, открываем дыхательные пути, прием сафара, 191 человек, делаем 5 вдохом, 196 человек. А правильный ответ, на который 1861 человек ответил, это все вышесказанное. То есть кладем на ровную поверхность прием сафара для того, чтобы делать вдохи, и делаем эти самые вдохи. Так. Вот. Нужно ли делать вдох при сердечно-легочной реанимации после неудачного приема Хеймлиха? Весь в дыхательных путях находится кусок пищи. 720 человек считает, что не нужно, и 3067 совершенно верно ответил, что нужны, есть вероятность протолкнуть этот самый инородный предмет, которым ребенок или взрослый, да, человек, подавился. Вот. Это совершенно верный ответ. И очень часто задается именно такой вопрос, что как же так-то мы делаем, ну, то есть там в дыхательных путях инородный предмет. И зачем? Зачем нам делать эти самые вдохи, зачем нам делать компрессии, поскольку вот инородный предмет, который не дает воздуху двигаться. Так вот, вот это как раз та самая ситуация, когда похлопать по спине, то есть если инородный предмет у нас провалится внутрь и попадет в бронх, а бронха у нас два, то есть у нас сначала идет трахея, это вот одна трубочка, потом она бифуркация, так называемая, или раздвоение этих самых бронхов идет, вот правый и левый бронх, и чаще всего инородный предмет проваливается в один из бронхов, а второй остается свободным, что может как раз-таки обеспечить дыхание хотя бы одним легким. И именно такое, ну то есть именно такая ситуация тоже является вполне благоприятной, поскольку, ну, человеку будет спасена жизнь, он сможет дышать хотя бы одним легким. Вот, и как раз вот в этой ситуации, после того, как приедет скорая помощь, уже заберет, отвезет в больницу, там проведут бронхоскопию, этот самый инородный предмет достанут, но, соответственно, мы, опять же, сделали все верно и фактически человеку таким образом спасли жизнь, поскольку, если мы не делаем ничего, то шансов, в общем-то, вернуть его с того суме, это ровно ноль. Вот, если мы делаем хотя бы что-то, ну, в зависимости от того, насколько правильно, в общем-то, там, от нуля целых, там, скольки-то десятых, до, ну, вполне себе приличных 20%, которые, опять же, о которых говорит, там, скандинавский, например, опыт, да, когда вот у них есть такая вот система, где дежурят спасатели, да, то есть вы, грубо говоря, можете быть спасателем, у вас установлено, вы прошли курс, у вас установлено мобильное приложение в телефоне, и поступает где-то там, например, там, вот у соседа случилось что-то, он экстренный вызов делает, и, соответственно, если вы находитесь ближе, чем скорая помощь, там, не знаю, там, на другом этаже, да, вы можете добежать и оказать помощь этому человеку. И вот в такое условие, когда раннее оказание помощи происходит, скандинавы получают до 20% успешных вот этих вот сердечно-легочных реанимаций, то есть успешно люди возвращаются фактически с того света. Вот, и надо сказать, это гигантская цифра, поскольку, опять же, по моему опыту, за время работы на 0,3, ну, вот, по пальцам одной руки я могу пересчитать успешные сердечно-легочные реанимации. И, опять же, надо еще хорошенько подумать, насколько они успешные, да, потому что там, ну, какие-то технические сбои, я, скорее всего, пропадаю, да, вот, напишите мне в Инстаграме, что это сейчас было. Вот, соответственно, то есть, если мы рано, начиная вот эти вот сердечно-легочную реанимацию проводить, у нас есть все шансы как раз-таки сохранить именно личность человека и, ну, в общем смысле жизнь, вот, а не только, скажем так, вегетативное состояние, поскольку, ну, вот, это очень важно на самом-то деле. Головной мозг – это вот тот орган, который мы хотим в данной ситуации спасти. Так, вопросы, по-моему, еще один у нас был, да? Ага, да, значит, все правильно, из всех, кто отвечал, ответило 111 человек. Ну, соответственно, есть и коллеги, да, которые на эти вопросы отвечали, но было бы странно, если бы они отвечали неверно. Больше половины правильно – 1768 человек, меньше половины правильно – 1146 человек и 63 человека, ни одного правильного ответа. Ну, что поделать. Если действительно вы ни одного правильного ответа не ответили, значит, ну, стоит свои знания, что называется, по этому поводу освежить. Опять же, у меня очень много данных есть в открытом доступе. У меня до 28-го все еще открыт запись на мой курс очный. В любой момент вы на моем сайте можете, собственно говоря, приобрести курс лекций. Если вам не нужна обратная связь, обратная связь подразумевает что-то, что вы посмотрели лекцию, потом ответили на тест. Тесты, которые я сейчас записывал, они с прошлого курса, и люди, которые уже прошли курс, посмотрели лекции, сочли их слишком простыми. А в Телеграме, в котором сейчас будет проводиться, в общем-то, этот курс, есть возможность задавать несколько правильных ответов. То есть, тесты я прямо радикально усложню. И, соответственно, потом после темы будет проводиться прямой эфир, где еще раз разберутся вот эти вот тесты. То есть, еще раз я прочитываю тесты, рассказываю, кто как ответил, почему это правильно, почему это неправильно. То есть, чем больше вы на самом деле делаете ошибок в этих тестах, поэтому не бойтесь их, кстати сказать, решать. То есть, чем больше вы делаете ошибок в этих тестах, тем больше у нас есть тем для того, чтобы обсудить. Соответственно, и потом отвечаю на какие-то вопросы, которые точно так же возникают. Вот примерно в таком же режиме, в котором мы с вами общаемся сейчас. Соответственно, это если курс с обратной связью. И у курса с обратной связью еще есть, еще раз повторюсь, бонус, в котором будет аллергические реакции плюс техника выполнения внутримышечных инъекций. Так, да, все, все, все тесты мы с вами разобрали. Все, вроде бы, вроде бы все, что хотел сказал. Да, ну, соответственно, если мы говорим про очные курсы, да, то есть сердечно-легочную реанимацию и прием Хеймлиха, очень важно попробовать именно на манекене. То есть должен быть фантом, должна быть кукла специальная, обучающая, на которой вы все это попробуете. В этот раз я, скажем так, ну, ввел так называемый вип-тариф, где, собственно, персонально я могу приехать к вам там на работу или куда там вам удобно для того, чтобы провести индивидуальное занятие. Больше трех в месяц я таких занятий не осилю и, ну, соответственно, отсюда и цена. Рассчитано на максимум шесть человек, то есть если вы делитесь на шесть человек, цена получается, в общем-то, не такая и внушительная. Вот, я один, не могу разорваться, в общем-то, на всю страну, поэтому поищите в своих регионах другие курсы, обязательно в крупных городах точно есть, по крайней мере, от МЧС точно должны быть такие курсы. Ну, запись, да, запись постараемся сохранить. То есть обязательно должны быть такие курсы от МЧС очень часто, вот, они проводят их. К сожалению, они тоже платные. И, кстати, если вы работаете на каких-то там предприятиях, связанных с промышленными рисками, вообще, по идее, ваш работодатель должен эти самые курсы вам обеспечивать, ну, там, что-то там из разряда раз в год. Это описано в трудовом законодательстве. К сожалению, далеко не везде это дело все выполняется, вот, поскольку даже если вы один раз прошли вот эти вот курсы, то исследования говорят о том, что уже даже там через полгода качество выполнения вот этих вот, качество выполнения вот этих вот самых компрессий, оно значительно ухудшается. Да, опять же, в Москве и Санкт-Петербурге есть такая организация, которая называется Российский Красный Крест. Это международная организация, у них тоже есть такие курсы. По большому счету, самое главное, чтобы это были курсы, в которых, ну, то есть, где есть инструктор и, в общем-то, манекен. Вот, хотя бы один раз в жизни надо эти курсы обязательно пройти для того, чтобы попробовать вот этот вот манекен компрессии поделать, да. То есть, вот сегодня выкладывали рил с Николаем, это, в общем-то, мы так зовем нашего фантома. И, соответственно, надо обязательно хотя бы раз в жизни Николая попробовать сломать ребра для того, чтобы человеку, которому вдруг, если вам понадобится оказывать помощь, а мы еще раз повторюсь, говорим больше не о условно каком-то бездомном, там, около помойки, вот, которого вы зачем-то будете спасать. Хотя не без всяких сомнений, он тоже достоин вашей помощи. А, например, о ситуации, когда понадобилась вот такая вот экстренная помощь кому-то из ваших родственников. Поэтому так. Поэтому мы разбираем все именно как и, то есть, для гражданских лиц, не для медиков, и для оказания помощи своим ближайшим родственникам. Так, 46 минут, насколько я вижу, мы уже общаемся, даже где-то 50. Так, давайте я попробую ответить на пару вопросов, да. Так, как оказать помощь ребенку при удушке после года двух лет? Ну, смотрите, это надо показывать, у меня есть короткие видео на канале, тем более вы в Инстаграме спрашиваете, то есть, у вас к ним точно доступ есть. Вот, вы можете отмотать и посмотреть, там прямо так и называется. То есть, помощь, прием Хеймлиха ребенку старше года. Там есть куча нюансов и, ну вот, в сокращенном виде я про них рассказываю. Ну вот, да-да-да, то есть, сейчас по этому поводу, по поводу переворачивания, по поводу встряхивания, смотрите, какая история. Я тоже был этому удивлен, на самом деле, но, опять же, по последним рекомендациям и в последних публикациях, там даже в книжках, вот, напечатано в таком виде. Вот, то есть, если ребенку до года мы выполняем прием Хеймлиха, там, ну вот как, там, на руке мы это делаем, да, ребенку старше трех лет мы выполняем как классический прием Хеймлиха, а вот ребенку с года получается до трех, если мы выполним классический прием Хеймлиха, есть риск разрыва печени и обильного внутреннего кровотечения. В то же время, уже достаточно большой вес, да, то есть, на нашем предплечье он уже не поместится. Вот, если раньше говорили, что переворачивать ребенка и трясти за ноги это грубая ошибка, то сейчас, вообще-то, пришли к тому, что внезапно это оказывается правильное действие, если ребенок старше года, а лучше полутора и младше трех лет. Вот, то есть, здесь мы оцениваем, собственно говоря, возможные риски и там, каким образом можно повредить внутренние органы. Вот, и еще раз повторюсь, наука не стоит на месте, поступают новые исследования, мы все время обновляем свои знания, и поэтому, ну вот, врачам необходимо регулярно обновлять, в общем-то, эти самые свои знания, ну и, собственно говоря, гражданским лицам тоже было бы желательно. Вот, соответственно, я делюсь с вами самым свежим из того, что смог узнать. Вот, сейчас, в общем-то, заработала некоммерческая организация, это российское общество, первой помощи, ну, я вот прям слежу за процессом, держу руку на пульсе, и вот осенью был на конференции, как раз посвященной вот этой вот первой помощи, то есть, прям за всеми самыми свежими последними тенденциями я слежу, соответственно, для того, чтобы оперативно доносить эту информацию до вас. Так, ну что, давайте потихоньку будем закруглять наши прямые эфиры. В ближайшее время, я думаю, что мы с вами еще пообщаемся. Я вижу, что Инстаграм жив, конечно, не в той степени, в которой он был до блокировки. Вот, все-таки там максимум я видел 30 человек непосредственно присутствия, при этом в Телеграме у меня получается 50 человек, ну, немножко другой перекос. Так, очень совестливо вызывать скорую вдруг, зря, плохо ли это, мамашина паника. Ну, смотрите, чтобы меньше паниковать, в общем-то, знания, в общем-то, как, когда вы знаете, что делать, да, когда у вас в голове четкий алгоритм, одно, другое, третье, вот, вы гораздо меньше паникуете, это я опять же по себе говорю. Вот, поэтому так, то есть, когда у вас есть четкий алгоритм, вот эти вот дурные мысли, а что если, а вдруг просто они не приходят, потому что для них не остается места. Вот, у вас под действием адреналина, вместо того, чтобы цепенять, вот просто алгоритм срабатывает. Вот, возможно, при вашем, скажем так, строении нервной системы, оно чуть-чуть по-другому как-то происходит, но опять же, да, то есть, вот, собственно, что я наблюдал по себе во время работы, особенно в начале этой самой работы, там, через полгода-то уже понятно, вопросов вообще никаких нет, то есть, оно как этот самый, как, ну, регулярно этим занимаешься, поэтому вопросов никаких эмоциональных не возникает, то есть, это просто работа. Вот, поэтому так, если подавился дома, а никого нет, посмотрите прием Хеммлиха для самопомощи. Вот, так, все, значит, все вопросы, которые мы хотели обсудить, обсудили, будем потихоньку завершать эфир. Спасибо большое за внимание и до свидания.